32 ребенка, все с нарушением зрения разной степени, подготовили самый настоящий концерт для своих воспитателей и мам. Кстати, мамы также приняли в нем участие. Кроме привычных песен и танцев, особым сюрпризом стал модный показ. Дети со своими родителями показывали заранее подготовленные костюмы. Диляра и ее пятилетняя дочка Азалия назвали свой костюм «Ночь». Делали всей семьей из старых видеокассет. В два года у Азалия обнаружили ослабленное зрение. Через год она пошла в 33-й детский сад. Здесь же в этом садике проводят лечение, то есть электрофорезы, там много разных лампочек они смотрят. Здесь же нам выписывают очки, ну и как бы здесь же проходит лечение. Девочка очень любит творчество, рисовать и писать, занимается плаванием и гимнастикой, но в будущем мечтает о другом. Мне очень нравится ходить в этот садик, у меня тут много друзей и подруг. Когда я буду, я стану певицей. И эта мечта осуществляется, по крайней мере здесь, в стенах детского сада. Хорошо, что солнце светит, солнце озвучит на свете. Для меня, моя семья, это то, что знаю я. Поют, танцуют, читают стихи. Здесь и другие дети. Педагоги отмечают необычайный талант своих воспитанников. И хотя у них не самое лучшее зрение, каждый из них очень отчетливо видит свое будущее. Сейчас я занимаюсь хоккеем и хочу быть хоккеистом. А кем вы хотите стать, когда вы вырастете? Я стоматологом. Я врачом. Они лечат нам глаза. Да, они очень добрые. Две коррекционные группы работают здесь с 1999 года. Все дети находятся под наблюдением врачей до самого выпуска. И дети уходят в школу с хорошими результатами. Или с полным выздоровлением, или с улучшением зрения. Одним словом, детей здесь без внимания не оставляют. Так получилось и в этот день. Все участники получили памятные подарки.